здравствуйте уважаемые зрители канала неизвестная история россии мифы и факты сегодня мы предлагаем вашему вниманию наше исследование на тему первое упоминание русов в письменных источниках великом новгороде стоит памятник тысячелетия россии он был поставлен в 1862 году история руси начинается в древнерусских летописях с 862 года года призвания князей варяжского или русского племени однако в иноземных источниках встречаются гораздо более ранее упоминания о русах и русском государстве хроники монастыря святого бертина на севере франции и либертинские аналы как их чаще называют содержат любопытную запись под 839 годом в тот год к сыну карла великого тоже носившему титул императора запада людовику первому прибыли из константинополя вместе с послом византийского императора императора востока странные послы они сказали про себя что они послы кагана русов они ездили с визитом к императору востока но прямой обратный путь для них оказался перекрыт враждебными варварами они просили императора людовика разрешить им вернуться в свою страну через его империю бертинские аналы далее повествуют о том что людовику эти послы показались подозрительно похожими на свейских то есть шведских шпионов и он велел их пытать об их дальнейшей судьбе не упоминается о чем говорит это сообщение 839 году уже существовало русское государство глава которого носил подобно верховному правителю хазар титул кагана это государство поддерживало дипломатические отношения с византией враждебные варвары перерезавшие путь домой послам были вероятно каким-то степным народом может быть мадьярами во множестве кочевавшими тогда по причерноморским степям однако относительно того кем были данные русы по своей этнической принадлежности существует два мнения которые в ранней степени претендуют на объяснение одни историки издавна трактовали свидетельство бертинской хроники о схожести русов со шведами как доказательство скандинавского происхождения русов шведы язычники тогда считались врагами всей цивилизованной западной европы они совершали набеги на своих ладях поднимаясь высоко по таким рекам как сена и рейн жгли париж кельн и другие города находившиеся в глубине континента это не говоря уже о приморских областях которые регулярно разорялись викингами тогда в католических церквях даже читали молитву от свирепости норманов спаси нас господи неудивительно что император людовик заподозрив норманских шпионов в мирных с виду послах велел их пытать но другие историки утверждают что если бы послы русов самом деле оказались шведами то автор бертинской хроники обязательно бы написал об этом если он об этом не упомянул значит подозрение императора не подтвердились и русы были совсем другим народом отнюдь не скандинавами археолог валентин седов 1924 2002 годы жизни обосновал гипотезу согласно которой русский каганат представлял собой государство между средними течениями днепра и дона севернее хазарского каганата русы первоначально были иранским племенем но к 9 веку славянизировались постоянной столицы у русского каганата вероятнее всего не было современный историк елена галкина считает что центр русского каганата находился на городеще старый салтов вблизи современного харькова сторонники нормандской гипотезы происхождения русского каганата полагают что его столица находилась в ладоге они довольно убедительно указывают что для возвращения русских послов из константинополя куда-нибудь на средний течение днепра северского донца или дона совершенно не обязательно было делать такой большой крюк заездом в ахен к императору франков а вот если их путь лежал на север руси такой заезд выглядит почти неизбежным в общем вопрос этот далек от разрешения но одно несомненно восемьсот тридцать девятом году и даже раньше ведь послы кагана русов ездили в константинополь году так 837 838 годах уже существовало русское государство где-то восточной европе так что дату его основания следует отвести дальше в прошлое и вполне можно в 2038 году торжественно отпраздновать 1200-летний юбилей россии в шестом веке сирия как и весь ближний восток была еще христианской и принадлежала византийской империи в это время там жил церковный писатель известный историком под именем захария риттер он оставил после себя сочинение под названием церковная история в нем он дал географическое описание современного ему мира в одном перечне захария упомянул известный историком народы восточной европы аланов хазар аваров савиров булгар кутригуров и так далее но есть в этом списке и загадочный народ и роз про него сказано что это мужчины с огромными конечностями у которых нет оружия и которых не могут носить кони из-за их конечностей этот фрагмент породил множество споров между историками которые до сих пор не утихли одни видят в этих словах однозначные указания на конкретный народ носивший имя роз или русов другие не соглашаются с этим представлением они усматривают в словах о народе роз реминисценцию ветхозаветного предсказания народах которые перед концом света завоюют мир это роз роз гог и магог что народ роз представлен в этом отрывке именно как фантастические по их мнению свидетельствует его упоминания сразу после слов о людях псах и амазонках с одной грудью в общем это свидетельство захарии риттера неоднозначно и не может служить твердым указанием на существование русов шестом веке средневековых источниках русов часто называли еще другим именем руки или руки так епископ магдебургский адальберт возглавивший по приглашению русской княгини ольги в крещении елены католическую миссию на руси в девятьсот шестьдесят первом году называет ее королевой руков но еще раньше королем руков был предводитель наемных варварских дружин в италии о до акр который в четыреста семьдесят шестом году сверх последнего императора древнего рима ромула августула а спустя тысячу лет польский историк янд лугуш писал что о до акр был одним из потомков руса от которого пошел русский народ кстати современная историческая наука пока так и не выяснила какой этнической принадлежности были руки пришедшие на территорию западно-римской империи в пятом веке общепринятое мнение что они были германцами ничем не доказывается и основана только на отождествление руков с готами и вандалами с которыми они были в союзе но точно в таком же союзе с ними были и аланы они совершенно точно принадлежали к иранской группе славяне тогда тоже были об этом свидетельствуют записки посла императора восточной римской империи приископа низкого к царю гунов аттиле в 448 году в кратковременной империи аттилы жили славяне так как послов угощали напитками носившими названием медос и кавос в которых историки не могут прочесть ничего иного как хорошо знакомые нам мед и квас так что русы весьма вероятно были уже в пятом веке и кстати сыграли важную роль в сокрушении римской империи до революционный русский историк дмитрий иловайский писал в 1906 году исполнилось ровно 2000 лет с той поры как русское племя появилась на скрижалях истории первым упоминанием о русах иловайский считал известия греческого историка и географа страбона о том как в девяносто четвертом году до нашей эры племя роксолана в степях северного причерноморья и при азовья участвовала войнах с понтийским царем метридатом шестым конечно если быть хронологически точным то 2000 лет с первого упоминания роксоланах исполнилось не в 1906 а в 1907 году так как нулевого года в истории не было история роксоланов долгая в конце первого века нашей эры римский автор тацит упомянула вторжение роксоланов через дунай на территорию римской империи в шестом веке готский историк иордан рассказал что в четвертом веке годы в причерноморских степях воевали с роксоланами по мнению иловайского название роксоланы двойное она обозначала племенной союз росов русов и аланов впоследствии распавшиеся подкрепление этой версии можно найти в трудах лингвиста академика олега трубачева 1930 2002 годы жизни он доказывал что этноним рус рос имеет арийское индоиранское происхождение и означает светлый светлые то есть русы могли состоять в союзе с родственными им аланами либо сами аланы могли присоединить к своему этнониму это слово как титул а потом какая-то часть алан отделилась и образовала племя под этим именем короче нет оснований отвергать версию иловайского но тогда история русов конечно как племени они как государство уходит корнями в глубины веков и насчитывает уже больше двух тысяч лет до сих пор многим не дает покоя созвучие имен этруски русские подозрение что тут не просто созвучие усиливается если учесть что сама название этрусков было расины этруски первый цивилизованный народ на опенинском полуострове многие элементы его цивилизации богов жрецов государственное устройство бои гладиаторов позаимствовал древний рим это народ загадка до сих пор неизвестно его происхождение ученые не могут даже в точности перевести этруские надписи хотя они и сделаны понятными греческими буквами так как непонятен язык этрусков неизвестно с кем из народов они состояли в близком родстве издавна некоторые ученые пытались прочесть это русские надписи по славянски и у них даже получалось что-то путное но большинство ученых объявили все такие расшифровки маргинальными и не желают иметь с ними дело на современном уровне знаний нельзя доказать но и нельзя отрицать возможности того что этноним русов находится в преемственной связи с самоназванием расинов для того чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории россии а также разбор выдуманных мифов которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору подпишись на канал и поставь лайк мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю россии